Данный ролик послужит началом большой практической темы по ЖКХ и управляющим компаниям. Рекомендую сразу подписаться на наш канал Роман Зайцев Живу на ДВ и проявить свое участие в вопросах управления и обсуждения данной темы. Все вопросы мы будем освещать объективно, воздержимся от скоропалительных оценок и предоставим возможность высказаться всем заинтересованным лицам к делу. Довольно часто самоназванные управляющие компании осуществляют свою деятельность, в основном заключающуюся в штамповании квитанций попрошаек с нарушениями. И с нарушениями даже по меркам безумной нормативной базы не менее безумной Российской Федерации. Чаще всего эти нарушения заключаются в том, что дома, которыми они как бы управляют, не прописаны в лицензии на управление домов, которыми они как бы управляют. В этом случае деятельность управляющих компаний минимум незаконна, и они просто обязаны вернуть жильцам незаконно взятые у них средства. То есть вернуть, вернуть незаконно присвоенные и оприходованные деньги. Но вот с возвратом денег обычно происходит заминка. Пойманная за руку на неправомерности управляющая компания обычно объявляет себя банкротом и меняет маску. То есть просто меняет название и продолжает хитрить. Часто руководители управляющих компаний, будучи ведомыми, сами не понимают, что происходит, а потом их просто ставят перед фактом банкротства со всеми вытекающими. Наша задача помочь им войти в правовое поле, с тем, чтобы учтя ошибки и не меняя вывески, управляющие компании занимались управлением домами на радость жильцам. И вот один из подобных случаев. Рассмотрим на живом примере. Николаевск-на-Амуре. Многоквартирный дом по улице Сибирская, 116. Около двух лет МУП-управляющая компания по ряду техническо-юридических заморочек, надеемся, без злого умысла, незаконно принимала платежи от жильцов. Жильцы написали обращение в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования. Была проведена проверка и вынесено постановление. Деньги жильцам вернуть до 17 января 2020 года за период времени с 1 марта 2017 года по 31 октября 2019 года. Но денег нет. Так, со слов самих жильцов, было сказано жильцам руководством МУП-управляющая компания. И мы, участники первичной профсоюзной правозащитной организации профсоюз Николаевск-на-Амуре, решили провести проверку на месте и поинтересоваться у заинтересованных лиц, так ли это на самом деле и имеет ли подобное место, так сказать, быть. Мы начали с администрации Николаевского муниципального района и обратились с вопросом по возврату денег жильцам к начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Михайлову Дмитрию Геннадьевичу. У нас на руках находится постановление о рассмотрении обращения главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования. Это касается возврата денежных средств за определенный период времени, он написан, в период с 10 декабря 2016 года и в настоящее время. Это касается МКД по улице Сибирская, 116. Дело в том, что в 2016 году между городом и МУК управляющая компания в период с 1 марта 2017 по 31 октября 2019 был заключен договор об оказании МУК управляющей компанией услуг по содержанию МКД по Усибирской 116. Допустим, мы являемся организаторами конкурса, если бы он был по конкурсу. А кто является заказчиком? Заказчиком чего? Услуг? Услуг, да. Управляющая компания. Жильцы? Жильцы являются заказчиком. Заказывают услугу. А у них есть договор? Ну, он должен был управляющей компанией быть заключен. Вот так, да? Должен был быть заключен. И, значит, на основании результатов проверки, на основании результатов проверки, значит, было принято определенно провести следующее мероприятие. Самое главное до себя сделать возврат денежных средств собственникам, нанимателям жилых помещений, в конкурсах по улице Сибирской, 116, в период с 1 марта 2017 года по 31 октября 2019 года. Ну, там завучит... Да, завучит там трех месяцев. Ну, вот мы хотели поинтересоваться вот у вас. А чё? Кто будет деньги возвращать? Ну, хотя бы для начала... А там написано, кто должен кому возвращать? Деньги должны возвращать МУК управляющая компания. Ну, идите в МУК управляющей компанией. А я... Ну, зачем? Договор, что заключались с ними вы на создание услуг? Мы договор с МУК управляющей компанией не заключали. Мы являемся организаторами открытого конкурса по отбору управляющих компаний. Умагните в МУК управляющей компанией. А возврат денежных средств осуществляет управляющая компания. Ну, она исполнитель услуг, но она ей должна... Она деньги собственников собирает. Поэтому тут претензии могут быть только управляющей компанией. И мы идем с вопросами в МУК управляющая компания к директору Яненко Наталье Алексеевне. А у вас есть решение на сегодняшний день? Да, Алексей, мы... Это решение на сегодняшний день? Мы диригированы людей на основании устава муниципального Николаевского района с многоквартирного дома, который находится по улице Сибирская, 116. У нас есть несколько вопросов. Дело в том, что этот дом, который находится в управлении компанией, который, значит, вы являетесь представителем в качестве директора с 2018 года. Есть информационное письмо от Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования. Данное информационное письмо было написано по, значит, заявлению жильцов. И, значит, здесь они уведомляют жильцов, те, кто написал обращение, о рассмотрении обращения. Он 26.12.2019. В этом информационном письме, значит, о Главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования уведомляет жильцов, что в период с 21 марта 2017 года по 31 октября 2019 года по деятельности МУП управляющей компанией была осуществлена проверка по управлению, как, значит, именно в рамках управления МКД по улице Сибирской, 116. И здесь же они уведомляют, что проверка проведена в полном объеме и по результатам проверки было выписано приписание. Выдано приписание об устранении нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по управлению МКД по заявлению на улице Сибирской, 116 со сроком исполнения до 17 января 2020 года с указанием провести следующие мероприятия. Ну, значит, список мероприятий. И одним из мероприятий, значит, ну, я думаю, для жильцов это самый главный пункт, сделать возврат денежных средств собственникам, сколько, нанимателям в любых помещениях в МКД 116 по улице Сибирская в период с 1 марта 2017 года по 31 октября 2019 года. Люди, которые пришли, написали заявление, будут выплачены в полном объеме, возвращены все деньги, пожалуйста, в любом Сибирской приходят и, как бы, мы с этим работаем. Около большую частью Сибирской 116 обращает задолженность, поэтому, да, за этот период. Все деньги в полном объеме будут выплачены, пожалуйста, приходят в тысячу заявления и на возврат денежных средств, и все, пожалуйста, денежные средства появляются в кассе, их приглашают для получения денежных средств. Со слов жильцов, такая информация, например, к нам поступила, что они неоднократно приходили вот именно сюда, и, значит, был такой ответ, что, ну, как Медведев озвучил, денег нет, но вы держитесь. Вот, и предложено, значит, как-то каким-то образом действовать через суд и тому подобное. Ну, они написали заявление, сейчас на данный момент в кассе денежных средств нет, они написали в течение трех дней, мы сказали, что возможности такой нет, потому что компания, ну, как бы, вроде, заняла денежные средства, приходит так, как к нам оплачивают люди, правильно? Из расчета того, что компания живет тем, что люди оплачивают содержание, имущество и все на свете. Как только денежные средства будут, будут написаны звонки поступать к людям, наличный телефон, который они оставили, будут приглашены в кассу для оплаты денежных средств. Они даже ко мне не подходили с разговора. Они написали там заявление, здесь они пришли, и все это. Не заходя ни к директору, ничего, не поговорив со мной лишь, на эту тему. Все раздорнули, все уходит. Так что никто и ничего, никакие не будет, все будет выплачено в полном порядке. А, Алексей, ну, есть такая еще информация ко всему, да, что в феврале вас ожидает процедура банкротства? Может быть, такое вероятное. Может быть, или... Вы о такой информации обладаете? Конечно, обладаю. То есть... Пока что на данный момент идет только процедура введена. Процедура введена. Наблюдение. Никто же не знает, что после наблюдения будет 6 месяцев, результаты еще пока что никакого нет. Вот, а вы знаете, что есть такое федеральное закон 127 от 26.10.2002, в редакции от 27.12.2019, называется. Нет. У несостоятельности, сколько банкротства. В соответствии, значит, составляется график процедуры вот этого финансового оздоровления. В соответствии с составленным графиком, это финансовое оздоровление вводится на основании ходатайства должника. И отсюда вытекает, что как бы не люди к вам должны приходить, а вы должны сами подать ходатайство для того, чтобы вам помогли. Ходатайство куда подавать, скажите? Ну вот, здесь федеральный закон, я думаю, что вы его знаете, федеральный закон 127. Как бы я не экономист и не юрист дипломированный, я думаю, что просто как бы вы этими знаниями обладаете. Я понимаю и знаю, как бы, и все это и тому подобное. Мы пишем в ходатайстве, занимаемся, у нас есть все это процедура, вся эта введена. Все этими документами занимаются у нас. Что вы хотите услышать? Что, кто оздоровление будет вносить? Нет, я хочу. Мы сейчас, на данный момент, люди ведутся за нами процедуры, что как мы справляемся со своими задолженностями. Ну хорошо, допустим, вернуться людям денег. А мои потраченные деньги, кто вернет в фирме в плане того, что у них там... Вот взять Сибирскую 116, да? Так. Люди большую часть не выплачивают денежных средств, не оплачивают содержание имущества, общего домового имущества. Разграбят его, разбивают, убивают его, ведут себя неадекватно. Постоянная проблема у них канализационная. Все это ведется к разрушению и тому подобное. Сейчас, на данный момент, мы вернем людям деньги. А что они будут дальше делать? С деньгами? Ну, возможно. А потратят их на свои нужды? Ну, потратят на свои нужды. У нас в компании очень большая задолженность стояла именно, а не оплаты джипсов по нашему, по содержанию имущества. Понимаете? А в чем заключалось содержание? Мы всегда это конкретная процедура, какая-то работа проводились. Конечно. А некогда. Сейчас люди все требуют. Я у них хочу платить, потому что вы ему ничего не делаете. Согласитесь, что дом, когда приходит в управление, да, первый месяц, это пошло накопительное, да? Пошло один месяц, второй месяц, третий, четвертый. Мусор мы вывозим, уборщиц предоставляем, то-то делаем, то-то делаем, делаем. А люди деньги платить не хотят за это, за выполненные работы, понимаете? Они считают, что я не буду платить, потому что мне в полном объеме не предоставляют услуги. Им предоставляют и аварийные, и все заявки, которые поступают в аварийную службу, ну, как по жилфонду, все делаются. А люди считают, вот они приходят, допустим, они хотят, я хочу новую крышу. А из чего делать новую крышу, если люди не платят? Я хочу, чтобы у меня в подъезде, я понимаю, что в Сибирской 116, там надо проводить глобальный ремонт, хороший делать, потому что люди неоднократно после пожара, люди те, которые заступают, да, как бы, из-за человеческого фактора, не из-за электрики, а из-за человеческого фактора происходит там пожар. Надо делать, приводить в порядок эти общежития, а они не платят, они не хотят платить, не хотят идти на уступки, да. Они приходят, мы с ними разговариваем, я объясняю, что с законом предусмотрена оплата. Мы приходим тогда только тогда, когда судебные приказы появляются, понимаете? Приказы всех этих, я понимаю, да, предыдущего руководства, да, я не спорю, что моя оплошность была, когда я заступила к руководству, не посмотрев лицензию и там где-то допущенные ошибки, да, ну, как бы, не внесла ее, ну, вот в этом вот. Но, чтобы сделать это все, как бы, надо уметь, каждый учится на своих ошибках и своих поступках, правильно? Здесь уже понимаем и знаем, теперь уже будем знать полностью все нюансы, что лицензия, что то-то, 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 понимаем. Работы очень много на этом предприятии нам. Согласно вот этого же информационного письма, значит, с ноября 2019 года из жильцов вот этого дома деньги, денежные средства взиматься не должны, приостановлено. То есть, квитанция приходит по нулям, да, или вообще ничего не приходит? Вообще не приходит ничего, начисление не происходит. Еще такой вопрос, значит, информация, я посмотрел по вашей организации, ну, то, что уставной капитал 4 миллиона 110 тысяч, это всего лишь цифры, значит, у вас в управлении сейчас, значит, согласно вот открытой информации, которая находится в свободном доступе, 174 дома в управлении находятся. Они все вписаны в лицензию вашу на управление? Некоторые нет, сейчас об этом время после вот этого вопроса начали заниматься. Но так как введена процедура банкротства, пока что никаких введений новых домов в лицензии, никаких не будет. Ну, получается, что если вот эти 174 дома в управлении находятся согласно договоров, да, определенных публичных договоров, насколько я понимаю? Ну, там будет большинство, 174 дома, из них еще надо было хозяев. А это запечное утопление, которое в непосредственном управлении? Если они не вписаны в лицензию, получается, значит, по изъятным средствам, вернее, по заплаченным средствам тоже деньги должны вернуться, я так понимаю. Ну, вы хотите по нашему же фонду пройти и сделать все это? Пожалуйста, в Бога. Возможно. Значит, общая площадь 93 669,54 квадратных метра. Вот это у вас такое управление. И вот конкретно вот жильцы, а конкретно жильцы вот как бы задали вопрос, вообще как бы деньги будут возвращаться к людям? Я же вам только сейчас... Именно по заявлению. Конечно. То есть вы сами не будете это делать? Мы будем, во-первых, работать с жильцами, с которыми, которые в первую очередь придут, вы бы написали заявление, те будут отработаны. Те, кто не будут подходить, мы будем вызывать, уходить, смотреть, ну, разрабатывать, вызывать в письменном виде. То есть вы сами займетесь вот со своей стороны, значит, исполнением предписания, да, у жильцов? А вот сейчас на какой стадии находится реализация данного предписания? Вот именно в выплате жильца? Ну, пока не подготовка получается, те, кто не обратился, им будут печататься письма, ну, по каждому жильцу. Разработанные люди, которые будут направлять письма, будут работать на выездах, искать людей. Это конкретно будут заниматься административные работники, да? Списки людей составлены, которым надлежит фирму денег и средства, в указанной период с 1 марта 2017 по 31 февраля. Вот сейчас в этой стадии, да, как раз оставляете списки. А вот еще такой вопрос. Определена ли сумма задолженности? Пока что нет. Сумма не определенная. Не понятно. А к стадии документы, которые подготавливаются уже, жильца можно ознакомиться? Списки там начали? Ну, только приходите, знакомываются с средствами. Нет, не просто так пришел, сказал, я сибирская 116, 327, или там, 225, или там, 106 комната, с документами, подтверждающие о жилье договор либо найма, либо собственности. Только будет информация о 20 только собственниках, являющимся этой, ну, комнатах. А не так, пришел, я там, какой-то, такой-то, все. И даже с пропиской, сибирская 116, комната такая-то, паспорт, не, не действительный. Только договоры найма, договоры собственности должны быть на руках. А с домами, которые не по улице 116, сибирская 116, вы тоже работаете в этом управлении? Да. А если по этим домам нет предписаний, вы же, как бы, тоже должны? Мы пока будем работать. Пока работаем, смотрим. Вот хотелось бы резюмировать, да, что главное управление регионального государственного контроля и лицензирования выдает довольно много таких предписаний, да? Да. Но совершенно не контролирует их исполнение. И вот некоторые, некоторые, ну, как бы, управляющие компании, я вас, как бы, она вас не показывает, но ваша компания, некоторые активно этим пользуются. И вот мы хотели бы, чтобы, может быть, как бы, вы подскажете, кто вообще должен следить за выполнением предписаний? Ну, вообще, как бы, кто выписывал предписания, затем они, то есть, те, если дать получатся лицензионные, то есть прокуратура, есть администрация всех, кто эти, а назначение, как бы, предписания, они постоянно нарушают проверки. И, как бы, работают довольно хорошо, я вам скажу, чем. А последняя проверка у вас когда была? Ну, последняя проверка сегодня была, конечно, была. В этом случае, когда есть еще? Да. Здесь же есть представительство. Здесь же есть представительство, все понятно. Ну, получается, значит, что в списке жильцов по задолженности составляются, которые, как минимум, да, средства, сумма задолженности формируется. Конечно. Сейчас я отрабатываю, смотрю. Ну, в общем-то, понятно. Благодарим. Что жильцам пожелаете? Ну, жильцам пожелаю благополучия. Хотелось бы понимания от жильцов и ответственности. Жильцам в лице директора Натальи Алексеевны Яненко рекомендует жильцам прийти в МУП-управляющую компанию и самостоятельно написать заявление на возврат денежных средств. Всем заинтересованным лицам, всем жильцам, чьи дома находятся под управлением МУП-управляющая компания, вот здесь находится их главный офис, улица Орлова 5. Приходите, обращайтесь. И все ваши вопросы в установленном законном порядке будут решены по мере их поступления. Таких домов действительно немало. Продолжение следует. Продолжение следует...